Здравствуйте, а с вами Нейромер ТВ. Надеюсь, вы меня простите вот это вот некоторое поражание Ларри Кингу. Я надеюсь, что кроме подтяжек будет еще что-то напоминающее вам этот кольтовый персонаж мировой журналистики, надеюсь. У меня выработалось мнение, что некоторых людей нельзя далеко и надолго отпускать из Москвы. Как только они покидают столицу нашей Родины, то в этой столице начинают происходить события, освещение осмысление которых без этих людей просто невозможно. Я говорю о нашем постоянном участнике наших программ, нашем друге, профессоре Марате Мазедовичу Мусине. Вот я вас возьму на него свежий, хорошо свежего выглядевший. Никто не скажет, что этот человек, ну буквально может быть меньше суток назад, был в далекой и тревожной Сирии, правильно? Вот как вы, Марат Мазедович, из Сирии приезжаете, то вы считаете, вот сначала, наверное, в магазин, потом побриться, помыться и к нам. Это стало доброй традицией. Марат, что нового там и потом перейдем к событиям, которые случились в твоем отсутствии? Ну там пока все по-старому, жестокие бои. Новое может быть то, что мы увидели. Я впервые видел добровольцев, смертников, причем я думал, что это люди без семей, молодые ребята, которые не получают ни копейки. Видимо, у каждого произошла трагедия в семье и они взяли оружие в руки. Добровольцы сирийские, они просто просят дать им возможность побывать, они первыми идут. А вот мечеть Сукаина, это святыня, так сказать, мусульманского мира. Но когда был ранен мой друг, в госпитале я увидел этих же ребят. Они сбегают из госпиталя, идут воевать обратно. Когда мы разговаривали, мы не можем показывать их лица, естественно. Молодые ребята воюют семьями. У одного парня там 30 лет, четверо детей, вот, и они идут впереди. Я еще раз говорю, не получая денег, ничего, то есть люди воюют за свою родину. Значит, это вот для меня было некоторое открытие, что действительно силы духа. Или, например, я летел на самолете, у нас было три или четыре тяжело раненых генерала. Они нас узнали, мы разговаривали. Вот, а одного... То есть, сирийский генерал. Да, причем одного я видел на позициях, то ли в Холмсе, то ли в Алеппе. Не мог вспомнить, где и удивлялся, что он меня не узнал. К сожалению, он лишился зрения. Ну, дай бог, чтобы наши врачи как бы помогли. Вот, высокий дух и то, что всегда в бой идут добровольцы, то есть, если человек не хочет, он туда не идет, его никто не гонит приказом. Вот это как бы характер армии изменился. Каким образом твой друг, раненый друг, попал туда? И кто это? Это, ну, это, вообще говоря, уникальный человек и мой старый друг, действительно, который занимает высокий пост в судейской иерархии. Человек, который живет на зарплату, никого не боится, значит, как бы ему не угрожали. Но, будучи офицером МВД, он прошел все горячие точки. До того, как он стал судей? Да. Просто в Советском Союзе еще была аналитическая разведка, приходилось как бы в горячих точках проводить какие-то работы. И человек, который непосредственно участвовал в боях, вот, по его книгам может, собственно говоря, это сугубо мирный человек. Имя не будем называть? Нет, почему? Это Сергей Александрович Бережной, известный писатель, лауреат многих премий. И может сложиться неправильно писать. Понятно, что судья по статусу не может, так сказать, во-первых, политические высказки делать, он их и не делает, да. Ну, и сугубо мирный человек, который просто, вот, все офицеры, генералы, там, сирийские, кто видели его момент ранения, да, он не издал ни одного стона. Подожди, а что его потянуло в Сирию-то? Он поехал новый материал для новой книги набирать или что? Или адреналина набраться? Нет, нет, нет. Это вопрос о том, что он четко сказал, что вот если мы не, мы на подушах своих сапог принесем вот огонь тлеющей войны, Сирия последний рубеж, да, если мы этот огонь не погасим там. Как талантливый писатель, естественно, он должен все это видеть сам, писать. Он взял свой отпуск, поехал с нами. Он был делегирован Союзом писателей, вот. Но, к сожалению, действительно, снайпер попал ему в лицо. Просто чудо, там, 10-сантиметровый канал у него... На себе не покажет. Да. Вот. И вручку... То есть касательное ранение, да? Ну как, мы тогда не знали, так сказать, пока рентген не сделали, что действительно по кости пуля прошла и в руке, так сказать, остановилась. То есть нервы ясно перебиты, боли жуткие, но даже не было понятно, что он ранен. Но я хочу сказать о другом, что человек мужественно уникальный, действительно, так сказать, человек в судейской системе, но вот я еще раз хочу сказать, что снайпер и Сергей Бережной впервые, может быть, вернули часть утраченного авторитета судейскому корпусу Российской Федерации. Почему? Я смотрел отзывы, то есть действительно это вызвало шок. И на Западе вот Нью-Йорк Таймс писал. То есть никто не может понять, человек, который должен иметь миллионное состояние, там, зампред областного суда, да? Ну, зампред областного суда. Да. Причем он, естественно, и, так сказать, был следователем в свое время. И за свой счет едет, попадает под пули, да, так сказать, в самую величие точки. Вот. Ведет себя мужественно, то есть действительно потрясающая такая вещь. И я увидел, что в общественном сознании вот настолько уже неприятие 20-летнего вот этого разложения, что никто не может поверить, что есть честные судьи, что в каждой предметной области, да, функциональной, на самом деле есть действительно настоящие, так сказать, люди, которые не берут взяток, которые действительно делают свое дело, никого не боятся, как бережной. И вот это как бы вызвало шок. То есть люди просто сказали, я не понимаю, вот все у него есть, да, и вот зачем там адреналин и так дальше. Давай продолжим, давай вернемся сейчас в Москву. Как раз вот то, что ты сейчас сказал, оно может быть служит некоторым мостиком к новой теме, о которой я сейчас хочу, так сказать, напомнить. Это было в то и отсутствии, наверное, ты уже знаешь, что произошло буквально на днях. На мой взгляд, это событие, имеющее такое прецедентное значение. Самый большой рынок в Санкт-Петербурге, Апраксин двор. Толго-таки крупные силы, МВД, ФСБ, Следственного комитета, ну, примерно не меньше полутора тысяч человек, проводят акцию, проводят операцию. Ну, то есть, идеологическое, что ли, так сказать, или еще какой-то зачистки вот этого огромного рынка. Они обнаруживают там, на территории этого большого рынка Апраксиного двора, ну, практически целое поселение нелегалов, нелегальных мигрантов из республик, исповедующих ислам, молельные комнаты, запрещенную экстремистскую литературу, проводят задержание. По некоторым данным, это порядка трехсот человек. Интернет утверждает, что было задействовано, и совезено в разные отделы милиции Питера для допросов, для обработки. Это порядка семисот человек. Многие из них, как было сказано, просто будут выдворенные страны, будут депортированные страны. Акция прецедентная, такой не было. Ты помнишь, нет? Я, например, не помню. Столь масштабной не было. Масштабной не было. Возникает вопрос. Это что? Начало какого-то нового движения, преосмысления сегодняшнего дня? То есть, это реакция, практически реакция на то, что ты говорил, что оттуда, из той же Сирии, они придут сюда, боевики, исламисты, они потихоньку придут сюда. Что они уже пришли? Или это их какой-то авангард? Или это просто разовая акция, которая не имеет отношения к большой политике и к возможному развитию событий у нас в стране с участием тех самых экстремистов исламского происхождения? На твой взгляд? Ну, Евгений, во-первых, мы об этом говорили неоднократно уже в течение четырех, если не больше лет, о том, что инструмент уже определился. Будут менять штаты, не будут его, так сказать, желающих использовать вот это оружие разрушения. Достаточно много людей, у которых деньги. Точнее, мы не будем пока говорить, кто это использует. Но что и как будут делать, это понятно. То есть, кто это будет делать? Это, конечно, исламисты. Что значит экстремистская литература? Это, значит, исламисты, радикалы. Это ваххабиты. Как они действуют, если им дать возможность отмобилизоваться, дестабилизировать ситуацию? Мы видим в Сирии, потому что это просто действительно война на уничтожение. Либо мы, в данном случае сирийцы, да, либо они. Значит, дестабилизировать ситуацию, вывести и вооружить эти банды, это же ситуации в Санкт-Петербурге не было два года назад, такой ситуации. Это вот сейчас общественное мнение, так сказать, ожесточается, потому что виден перекос в силу неправильной такой миграционной политики. Но кто-то же за этим стоит. И то, что мы как бы можем по 700 человек брать, среди которых, так сказать, совершенно очевидно работают тайные молельные дома, это что? Это ваххабиты. Значит, но ведь на этом... И в молельных домах я сразу хочу бросить маленькую реплику. Несколько, ну, буквально пара планов была снята через дверь. В тайных молельных домах молятся отнюдь не дедушки преклонного возраста, это молодежь. Это молодежь, да. Сильная, крепкая, здоровая. Мускулистая. Да, как бы мускулистая, упертая. Причем сейчас еще им наркотики, наверное, не дают, как вот в боях, да, одноразовые, так сказать, вот эти синтетические наркотики, от которых без всякой пули через полгода они, так сказать, там погибают, да. Сейчас еще это... Пока им говорят... Наркомовские 100 грамм были, а это... Да, теперь одноразово, да, ребята, вперед, идите волна на волну на пулемета, да. Ну, на наших складах пулеметов много, но у нас молодежи мало. Вот этот факт, значит, должен настораживать. Почему? Значит, действительно, простая установка, не надо учиться, не надо работать. Вернемся к Питеру, да. Вот, поэтому то, что это происходит в северной столице, где, казалось бы, должен был быть полный порядок, и где не было таких вот диспропорций, как в Москве. В Москве это уже давно, так сказать, процесс литься. И уже русских здесь задавили, скажем так. Поэтому мы видим, что в обществе сейчас появляются силы, которые, так сказать, открыто продолжают курс на разрушение, да, и не всегда они видны, потому что, так сказать, кто завозил, кто крышевал эти молильные дома, да, и силы, которые, так сказать, пытаются сопротивляться. Ну, в данном случае это МВД и ФСБ, те подразделения, которые работали по... Ну, я скажу, что они пытаются сопротивляться, видимо, следуя определенным указаниям. Ну, значит, просто это угроза... Тогда возникает вопрос. Это угроза, которая давно предсказана, да, нужно было изменить государственную политику, миграционную политику, да. Тогда это что, знак перемен? Или это пиар-акция, Марат? Я думаю, что это понимание того, что мы подходим к очередной критической черте. И те силы, которые хотят отстоять нашу страну, они проявляются в рамках, так сказать, любых структур. Ну, в частности, вот силовые структуры, которые занимаются ваххабитскими течениями. Потому что, я говорю, мы это видим, если этот процесс выпустить под контроль, это, так сказать, бои в городах. Жестокие, когда, так сказать, там пленных не берут. И те не берут, и, так сказать, уже сейчас эти вот... У нас ситуация в мечети, так сказать, ваххабиты, салафиты, так сказать, мы оставим оружие, уйдем. Вот эти добровольцы, которых убивали, они просто в рукопашную туда входили. Вот, и нас погнали, потому что искали, ребята, там серьезная группировка, да, не до вас. У нас нет ни одного бойца, мы сейчас выходим в атаку на мечей, значит, уходите. И добровольцы сказали, ребята, нам ваше оружие не нужно. Либо вы сдаетесь, либо мы вас уничтожаем. Они их там всех, естественно, уничтожили. Тоже они понесли потери. Вот, но это, так сказать, вот, я еще раз говорю, это молодые люди, которые не получают ни копейки, у которых, там, четверо детей, они ходят, так сказать, и рискуют своей жизнью, да, они бьются за свою страну. Они все время пытаются себя вернуть. Я просто хочу сказать, Жень, что вот это одна и та же ситуация, только здесь эту грань критическую, когда надо было сопротивляться до того, как началась открытая стрельба, да, пусть поножорщина на улицах идет, но это еще не тогда, когда эти отряды мобилизованы, начинают бить спину. Мы их перемолим, мы их уничтожим, да, но это кровь. Ну, какой ценой? Но какой ценой, и этого нельзя допустить, понятно, да? И как бы вот мне, бережному, там, многим, так сказать, понятно, и, видимо, те, кто в МВД занимается этим вопросом, они понимают, насколько эти риски серьезны. Причем… Что этот инструмент одноразовый, да, но дестабилизировать ситуацию, изнасиловать, так сказать, уничтожить, деморализовать население, эти силы способны. А разыграть их может кто угодно. И это другое. Ну, смотри, еще фактор Олимпиады. Не может он и здесь играть какую-то определенную роль. Я имею в виду фактор Олимпиады, до которой осталось ровно год, уже дан обратный отчет Олимпиаде, и Путин недавно побывав там, выразил свое глубокое неудовольствие тем, что происходит сейчас там в строительстве, было отмечено огромный, так сказать, огромный перерасход средств до трех, там, пяти раз. Пяти раз перерасход средств. А одного функционера он просто с волевым решением выгнал оттуда, но там, вокруг этого места, вокруг этого юга, сосредоточены довольно-таки большие анклавы, которые могут оказать влияние на Олимпиаду. И вообще, которые могут оказать какое-то свое воздействие на то, состоится она или нет. Ну, здесь вопрос как бы сложнее, почему? Потому что мы опять выходим на ситуацию, когда государства нет, когда идет просто массовый вырасток из Накраса, там же перерасход почти в семь раз. Да, да, до семи раз. Когда первое лицо говорит, так сказать, Белалов миллиардер, известный, так сказать, товарищ. Вот давайте, Жень, угадаем в трех раз, да? Он сейчас что, пойдет пятки лизать, так сказать, Путину? Или, так сказать, как человек, так сказать, ставший персоной Монграда, так сказать, он будет финансировать, так сказать, антипутинские силы? Миллиардер. Я думаю, первый вариант. Второй вариант более вероятен, более вероятен. Поэтому, дальше. Извини, он такой не один? Так нет, это совершенно естественно. Здесь просто человек взорвался, да, и его показали. Но он не арестован, он на свободе, да, у него достаточно Сил, следствия, влияние. Ну, давайте, сколько там объектов увеличено стоимость в семь раз, да, с одного и двух миллиардов до восьми. Вот эти шесть лишних миллиардов, почти семь миллиардов, да, из которых половину, наверное, там, так сказать, поделились товарищи, да, половина, все-таки, так сказать, наверное, где-то осела. Вот. Это серьезные деньги для того, чтобы поднять вот этих ребят с опраски на двор. А технологии, так сказать, понятные, все. Есть деньги, вбрасываешь эти каналы, и эта толпа пойдет, так сказать, Аллах Акбар, качать в нужном направлении. На деньгах. Поэтому мы подходим еще раз. Инструмент понятен, тупой, страшный, и нам придется их уничтожать физически, потому что из страны, если у нас одна рука не знает, что делает другая, да, мы открываем границы и тут же, так сказать, их выдворяем. Ну, они вернутся опять обратно, да. Но вернутся уже более, так сказать, подготовленные, более жесткие и так дальше. Более структурированные, организованные. Да, а дальше будет так же, как и в Сирии, потому что вот я спрашивал, почему вы не можете перемолоть. Он говорит, потому что управляют боем не наемники, не офицеры, а Пентагон. То есть, грубо говоря, спутник и группировка висит, они видят любые подразделения, которые движутся, и дают команду, вплоть до снайперских точек, кому чего перекрывать. И подземные ходы. То есть, грубо говоря, получается, что в крупной игре мозговые центры могут вообще вынесены быть за пределы оперативного плана, который будут говорить, что вот... Даже не стратегического, а оперативного. Уже у нас в режиме онлайн, когда идет, так сказать, попытка, так сказать, нейтрализовать эту угрозу, так сказать, на поле. Уже не в стратегическом плане, да, изменить политику миграционную, так сказать. То есть, вот, грубо говоря, та сторона добить русских, загнать, так сказать, чтобы сидели и не вякали, да. А вторая сторона, которая понимает, что просто вырежет всех чертовой матери и потом скажет спасибо заказчикам и мы к вам скоро придем. Но что, Белалов, что, высокого ранга интеллектуал, что ли? Я думаю, нет. Человек, который так вот тупо, так сказать, распиливает бюджетные деньги, да, и понимает, что, грубо говоря, ну, за такие деньги должны быть возбуждены уголовные дела, там сразу все всплывет. Там просто не надо ничего сделать, там все будет понятно. Это серьезнейшая статья, да, это не то, что там Квачков с луками, там, прыгал, бегал, да. И 13 лет получил. 13 лет, да. А здесь почему-то все на свободе. Миллиарды ушли, первое лицо сказало, да, и, так сказать, эти миллиарды, так сказать, не возвращают, людей, так сказать, не привлекают к ответственности. Но таких людей, так сказать, сколько? Там, сейчас раньше бы сказал, там, практически все, да, ну, вот после ситуации с судьей, так сказать, я хочу сказать, каждый второй, потому что нормальные люди все-таки в любой системе встречаются, видимо. Ну, Олимпиада, если мы уже коснулись этой темы, вплоть до ее отмены, кому-то она, в общем-то, может быть и на руку. Ну, Евгений, вот мы коснулись коррупции, да, вот. Соответственно, вот в чем была проблема ФСБ и других структур, которые стали крышевать крупный бизнес и просто, так сказать, в государственных стазах слилось, так сказать, с казнокрадами, да, в том, что никто не хочет, чтобы сверху властной пирамиды называли персональные имена и говорили, сколько миллиардов там завышено и так дальше. Дальше вы идите следствие, и это же реальная угроза то, что придется отвечать. Давайте так с вами просто гипотетически подумаем, что, какую линию должны, так сказать, реализовывать эти люди, чтобы уйти от ответственности. Все завалить обломками, чтобы действительно никто ничего не мог там раскопать. То есть это действительно объективно на системном уровне противоречия созрели, и сейчас мы видим многочисленное проявление, что вот этот системный кризис, он, так сказать, не только в экономике, да, но вот в межнациональных отношениях, так сказать, в ситуациях устойчивости власти, возможность ее свалить одним пинком и так дальше. Это война? Они проявляются. Это война. Это как бы передел. Давай возьмем условия. Первая мировая война, вторая мировая война. Но третья мировая началась, да, и сейчас штаты, я думаю, должны принимать решение, на кого они, вот, салафитов, на кого они поменяют. Нет, ну я говорю о чем? Она тоже началась. Она вот в такой форме ползучей. У нас, так сказать, это опыт Кавказа, они все это стали делать. Но кто их поддерживать будет, да? Вот у нас с вами как бы нет денег, чтобы прийти, так сказать, там, разобраться с предателями, скажем так, да? Квачков там наскроет деньги на пару луков, да, и там стрелы, да? То есть я вообще думал, что сейчас у той группировки, которая не хочет, чтобы американцы, так сказать, дали им пендали выше близкоемля и посадили до Дмитрия Анатольевича, да? Вот. Они должны Квачкова срочно выпустить. И для меня большим удивлением было, да, чтобы его офицера, который у меня на передаче выступал и был арестован, это линия Чубайса, да, когда он по заданию штаба выдвинул доктрину сил специального назначения. Создать их, так сказать, на уровне, так сказать, том, который, так сказать, во всем мире уже, так сказать, реализуется. Он отсидел тогда 4 года, по-моему, сейчас, так сказать, 13 лет далее, да? Это человек, который за страну действительно будет биться. Если этот человек будет биться за страну, да, он же не будет биться там против персоналя, он же не счета пришел сводить, да? Ну, Чубайсу все равно, так сказать, судьба ждет, так сказать, печально, это понятно, да? Я думаю, что он все равно, так сказать, ответит за все свои деяния, так сказать, и еще, так сказать, в этой жизни. Это просто выгодно любой власти, который захочет усидеть в Кремле. Ну, специально никого-то. Ну, большая, да, большая. Тем более, есть такой федеральный аллерген. Да, но вот ситуация, так сказать, когда мы видим, что на одной чаше весов те люди, которые защищали, так сказать, проливали кровь за страну, да, которые не могли линию Чубайса видеть, они оценивали ее как предательскую, да, может быть, они не правы в своих решениях, да, но они не нанесли урон на своей стране. Там 13 лет, а эти воры на свободе, и мы сидим с вами и думаем, так сказать, а как эти миллиарды, так сказать, по нам сейчас шарахнут. Вот это вот очень опасная грань, то есть совершенно понятно, что ситуация умных игроков и глупых игроков, что самое страшное, да, потому что многие думают, что запустив проект, они смогут, процесс они смогут им управлять. Это иллюзия. Это американцы наконец это осознали, что они с этой задачей не справились. То есть Третья мировая война, которая под ковром началась, ее характер сейчас будет немножко меняться, потому что Салафицкий комитет провалился. Но у нас-то их сколько еще? Почему бы их, так сказать, пендалем не загнать в Россию? Ну, что мешает? Ну, вот, если все среднеазиатские бароны, так сказать, боялись их, да, и стали с ними, так сказать, бороться, да, они сюда, как мы с вами неоднократно говорили, так сказать, и двинулись. Но это еще не все. Поэтому на системном уровне мы опять подходим к страшной ситуации. Те, кто, так сказать, воровал миллиардами, да, те, кто их крышевал и спецслужб, они объективно заинтересованы в том, чтобы концы утопить в воде. Концы в воду. Вот. И вот это тоже сейчас будет проявляться, да, потому что они, может быть, не понимают того, что, например, Дмитрий Анатольевич Медведев в Кремле, да, это, так сказать, все равно показательные суды над ними же, что все равно многих из них сдадут. Вот. Но создать проблемы нам с вами они могут. Я имею в виду стране и народу, да, то есть вот это кровь на улице, пострадают обычно простые люди. Я все равно считаю, что если они до этой степени доведут, то действительно русские, так сказать, замочат, так сказать, и салафитов, так сказать, и тех, кто за этим стоит, кто не успеет отсюда удрать. Но это еще раз говорю, мы это проходили до этой грани, доводить ситуацию принципиально нельзя. Брат, а что еще хочется обратить внимание? Это просто вот в течение всех этих дней произошли события, они как-то выстраиваются в какой-то один ряд и пытаешься найти логику построения. Сейчас я тебе расскажу. К премьер-министру обращаются, похоже, что даже обращения не было, оно как-то было завуалировано, он сам уражает, такой уверенный, что мы в кратчайшие сроки восстановим свой сельскохозяйственный потенциал, снабдим себя всеми необходимыми продуктами питания, станем даже, так сказать, что-то экспортировать, но об этом еще удовольствием говорил, а тут происходят реальные действия. И с чего же начинается это все? Ну, по логике необходимо выделить деньги, ну, прежде всего, так сказать, сельско-производящим таким регионом, ну, центральному Черноземью, ну, по югу Ростова, там, Кубани, выделяется порядка 80 миллиардов рублей на сельское хозяйство Северного Кавказа. Ну, во всяком случае, я видел, когда этот репортаж транслировали, может быть, ни одного Северного Кавказа, а совершенно конкретного Дагестана, потому что там присутствовал Абдулатипов, когда шла об этом речь. Сколько я помню, сельское хозяйство Дагестана, ну, практически там, так сказать, его уже и нет. Нету еще. Вот там бараны бродят. Да, самостоятельно. С пастухами, наверное. Примерно в этот же день, может быть, но раньше. 60 миллиардов, если мы сейчас поделим на количество атер, да, у нас пастухи будут. 80 миллиардов. 80, да? 80 миллиардов. Примерно в этот же день. К Митину Анатольевичу Мещению. С замоками этими самыми, так сказать, плетками будут ходить. Да. К Митину Анатольевичу Медведеву. Обращается с просьбой выделить Чечне на нужное разминирование этой республики 50 миллиардов рублей. И вроде бы никакого, так сказать, такого удивления со стороны правительства нет, со стороны премьера нет. Ну, поступила просьба. Вместо того, чтобы обратиться в Министерство Бородов, сказать, ребят, ну, вы своими силами давайте там разминировать. То есть разминирование республики на коммерческой основе. Вот эти два транша, они как-то вписываются вот в ту идеологию, в ту логику, о которой мы с тобой сегодня говорим? Ну, во-первых, я бы не хотел о премьер-министре говорить, потому что что это за персона, мне было ясно, я занимался лесными войнами еще там 12 лет назад. И там было вот так лицо, как это говорят, да, удивительно похоже с таким же именем Дмитрия Анатольевича Медведева, где дата рождения совпадала. Вот. И я видел, как там воруют миллиардами долларов. И мы это, так сказать, доводили наверх. Он еще не был тогда, так сказать, на тех должностях, на которых потом он стал. Вот. Я не имею права говорить, но для меня, я как бы розовые очки давно снял. На третьей неделе, когда Медведев стал президентом, на одном из судов, мои коллеги-аналитики там из веба, конечно, пришли вот с такими глазами, показали мне номер телефона и так дальше. И сказали, как ведет игра, когда там, скажем, за миллион долларов ты можешь получить несколько миллиардов за счет судебных решений. Поэтому у меня иллюзий здесь нет, просто я не могу этого назвать, чтобы просто против меня не подавали там уголовные иски. Поэтому насчет того, так сказать, это кристально чистый человек или нет, для меня вопрос лично для меня давно ясен. Поэтому ничего удивительного в том, что там, где, так сказать, откаты будут большие, ну, по крайней мере, на системном уровне мы понимаем, да, так сказать, Кавказ щедрый, так сказать, там, природа, люди, так дальше. Если деньги с федерального бюджета закатят, так сказать, ну, в Москве может остаться очень много. Вот, но это же, опять же, так сказать, все шито белыми нитками. Понятно, да? То есть это вызывает возмущение, это провоцирует действительно конфронтацию регионов, что он сознательно выступал и говорил в Довосе, мы это разбирали. Ты разбирал Губанов, разбирали мы до этого. Поэтому это как бы линия действительно на, по большому счету, на дестабилизацию, на завершение регистрационного проекта. Поэтому с этой частью все ясно. Другое, что, смотрите, у нас на многих направлениях начинают проявляться как бы две диаметрально противоположные линии. Вот мы берем Сочи. Мы говорим, что там, вот один только объект, да, 1,2 миллиарда, теперь 8, Беланова снять, все замечательно. Ну, вы даете там. Такая фраза была, да? Но следующий шаг должен быть дела. Я прилетаю в Москву, узнаю, так сказать, то, что я лично говорил. На этом фоне наша кристально честная счетная палата, от которой у меня письмо есть с двумя печатями, так сказать, с возмущением, да? Я как бы руководство счетной палаты говорил, ребята, у вас могут работать лица с уголовным прошлым? Судимый, например, за мошенничество. Нет, говорили мне. Я говорю, вот, пожалуйста. Ваши люди занимаются рейдерством как раз там, в Сочи. Прикрываясь тем, что они отсчетной палаты контролируют. Просто лица с уголовным прошлым работают там. Мне сказали, да мы мгновенно уволим. Сейчас я приезжаю, узнаю, что, значит, люди инспектируют такие же процессы, того же Белалова, да? Который, конечно же, не делился с федеральными чиновниками, уж тем более с отсчетной палатой. Так вот, да? Вот. Параллельно, значит, занимаются рейдерством. Фабрикуют дела для того, чтобы просто с помощью тех же правоохранительных органов, которые должны были господина Белалова контролировать, отобрать собственность у других, так сказать, людей, которых нет вот этой бронеспинки, как была у Белалова, да? Тех денег, тех связей. Вот это вот, как бы, мы видим, что болезнь запущена настолько, что действительно есть признаки того, что надо ситуацию переломить, обозначать. Вот. Есть параллельная, так сказать, ситуация такая же безвластия. Хватая мешки, вокзал отходит, да? Все, что плохо лежит, надо, так сказать, растащить. Все равно этой стране конец. Вот это вот сейчас тоже, как бы, процессы, которые идут вместе. Какая линия победит? На нормализацию или, так сказать, на завершение этого процесса? Непонятно, но, по крайней мере, на системном уровне мы понимаем, что этот процесс долго, особо долго длиться не может. Хотя, конечно, страна наша, так сказать, такой ресурс имеет, так сказать, стойкости. Но дальше другая фаза, жесткая. В жесткой фазе, если они хотят русское самосознание пробудить, социальные, так сказать, завоевания, которые утрачены, так сказать, хотят, чтобы люди, так сказать, попытались их взять, ну, все, тогда пойдет по другой логике. Другое дело, что, Женя, мне не нравится. Я сижу в Сирии, вдруг смотрю, значит, идут, типа, Мусим призывает, говорит, что режим там сейчас, революция начнется. Я смотрю, это очень подозрительный момент, синхронно там 10 вбросов идет, с одним и тем же названием. То есть, грубо говоря, ну, мы понимаем в каких-то процессах, да, там, мы понимаем логику системного кризиса, там, экономической сфере, там, по коррупции, мы знаем, что делать, какие инструменты для, кого используют для того, чтобы забрать ту нефтяную вышку или страну, да, мы это в поле сейчас видим. Но мы же понимаем, как ведется информационная война, то есть, у меня времени проверять не было, мне совершенно понятно, что это ребята с той стороны используют высказывания с нашей стороны, понятно, да? То есть, почему-то, это тоже не случайно, это элементы информационной войны. То есть, кто-то тоже пытается дестабилизировать и использовать любой аргумент, хотя, еще раз говорю, мы, как бы, солдаты разных армий. Вот, поэтому, просто сейчас надо, с моей точки зрения, жестко ставить вопрос на системном уровне. Мы должны четко пройтись по всем значимым секторам, наши, вот, областям нашей жизни, да, так сказать, вот, начиная, так сказать, вопрос отношения к церкви, к церкви, это вот, так сказать, многие вопросы здесь показательные, да, культура, образование, образование и так дальше, да, то есть, вот, морально-нравственные вещи, самоболезненные точки. Да, то есть, суди воры или суди, так сказать, в судейском корпусе есть нормальные люди, да, ведь уже никто не верит, что есть нормальные люди. Вот, еще раз говорю, положительный момент экстремальных таких вот военных ситуаций, да, когда становится, что страна не умерла, везде есть нормальные, честные люди, это смешно звучит, потому что, знаете, скажут как, у меня была охрана с ВСКН, когда конфликт был на спецслужбе, да, и у меня сидел покойный друг, вот, Сергей Валентинович Классин, и офицеры у меня с изумлением спросили, он сказал, что он четырех своих оперов посадил за взятки, ой, как он мог своих посадить, с кем он там уголовников ловил? Это Классин, это Сережа Классин, это Сережа Классин, да, у них, у москвичей было непонимание, потому что это свои, ну, украл, взял царствие ему небесное, царствие небесное, это же действительно человек легенда была. Да, да, мы с тобой его хорошо знаем, мы горды тем, что мы знали этого человека, но ты говоришь о том, что люди ждут, когда проявится, вот, честный судья появился, может быть, честный. Нет, это не одиночки. Не одиночки, да, и что среди них есть. Вот как тебе, что честно вдруг и таким человеком, который оправдывает надежды, оправдывает чаяния людей, вдруг выступает не кто-нибудь, а Владимир Владимирович Путин, колонный Золотом Союз. Совершенно неожиданное появление президента Российской Федерации на первом учредительном съезде родительского сопротивления, организованного Кургиняном. Первоначально предполагалось якобы, что должен, так сказать, с приветствием выйти и выступить глава администрации Сергей Борисович Пинов, а потом мы за кулис. Так вот чисто театральным таким вот движением. В одинаково сколькинянном галстуках. Появляется Владимир Владимирович Путин, уже Иванов начал читать тексты его приветствия. Потом вдруг оторопевшую смотрит, говорит, а вот президент сзади. Иванов растерянно протягивает руку, а не здоровается, и Путин легко занимает место на трибуне. Ну, естественно, массово недоумений. Как? Это что накладка? Иванов не знал, что Путин. Путин неожиданно приехал. Путина что-то или кто-то подтолкнуло к этому. Ведь он не собирался вроде бы участвовать в этом, тем более выступать с трибуны. Уже был подготовлен текст его приветствия, и Иванов уже глава администрации собрался это зачитывать. И вдруг появляется президент. Такие вещи обычно не проявляются неожиданно. Это все готовится. Правильно? Вдруг появляется президент. Сам по себе момент этой неожиданности, неожиданного появления президента, уже какое-то, так сказать, какое-то настроение создал, причем положительное, на мой взгляд, настроение среди публики. И потом то, что сказал президент, он высказался, ну, довольно-таки сомнительно, относительно введения такой повальной ювенальной юстиции всеобъемлющий. Это раз, это первый его тезис, что мы очень должны избирательные к этому подходить, что-нибудь деликатно, аккуратно, точечно, и отнимать детей у людей, ну, это крайние, суперкрайние меры, на которые нельзя так, сказать, огульно идти. Это первое, что сказал Путин. И второе, то есть первое, что сказал, то, что он отразил настроение, которое царят в обществе. Он их отразил, и он как бы стал к ним причастен, с одной стороны. И вдруг он тоже совершенно неожиданно начинает переводить стрелки, переводить, так сказать, мысль своего обращения. А вот то, что произошло в образовании. То, что произошло, то, что мы получили. Почему из школьных программ вдруг у нас исчезли? Пушкин, Миннерсайдник, Лесков, Шукшин, Чехов, Чехов, да, Гоголь. Как они его? И президент удивляется, возмущается, говорит, надо собраться с этим. То есть отвечает опять на те требования, на те запросы социальные, которые существуют в обществе. Он реагирует на них. Что это? Пиар? Или это действительно попытка какого-то поворота этого нашего неуклюжего корабля, который начинает вот каким-то бортом цеплять уже. Попытка выровнять его и повернуть. На твой взгляд? Ну, для меня это немножко неожиданно. Я просто не смотрел. Я тебе рассказал в лицах почти. Да, нет, Жень, спасибо. Значит, здесь речь идет о том, что я когда улетал, я смотрел, что он на архиерейском соборе существовал. Я не знаю, что там говорилось, не читал еще. Но тем не менее, еще раз, сейчас вопрос такой. Мы готовы закрыть, ну, я имею в виду мы, я говорю, да, это вот те люди, которые, так сказать, не имеют ресурсов, но понимают, что нужно делать в каждой предметной области. Мы воюем не с людьми, мы воюем с политикой разрушения. То есть либо мы восстанавливаем страну, либо мы ее добиваем. И в этом плане носители одной, так сказать, идеи и линии, да, они, естественно, так сказать, становятся нашими оппонентами, скажем так, мягко, пока дело не дошло до стрельбы. Те, кто готовы все-таки пересмотреть свои взгляды и независимо на многое, так сказать, того, что было в прошлом, сейчас в этой критической ситуации выступить вместе с народом, значит, они, естественно, не являются нашими врагами. Я думаю, даже тот же полковник Вачков, как это не смешно звучит, он, в принципе, вот по вопросам восстановления армии, по многим вещам, да, он бы тоже мог объединиться со своими врагами, как патриот своей страны. Поэтому в том, что вы говорите, есть один неожиданный момент, потому что действительно на системном уровне мы понимаем, что это ликвидационный проект, криминальная юстиция в том виде, как она используется, да, и народный собор, который лет шесть эту проблему поднимал, то, что к ним пришел, это даже не Кургиняну, да, там галстуки одинаковые, это о многом говорил, а то, что это ребята, вот, так сказать, которые в поле, в принципе, так сказать, пытались какие-то идеи патриотически отстаивать, да, и они правильно вот шесть лет занимались ювенальной юстицией. И то, что один из руководителей политических, как бы, здесь занимает нашу позицию, это очень отрадно. Меня беспокоит вопрос, что с образованием, потому что тот бандитизм, который идет, я очень рад, что, например, вот Феликса Шамхалова посадили, да, рукой тела. Ты не одинок в этом? Нет, ну извините, я не переживаю. Мы временно, подожди, пока посадили, до апреля, кажется, посадили, до июня. Почему? Значит, я опубликовал пять с лишним лет назад, кто такой Феликс Шамхалов. Оказалось, что он был студентом нашего вуза, я взял его личное дело, вот, а мне случайно генерал Бульбов сказал, ты откуда, говорит, Феликс Шамхалов знаешь. Ну, неважно, какой генерал сказал, когда мы раз занимались наркотиками, да. Я говорю, я пробил, говорю, ну, все левое. Человек левый, кооператив «Кавказ», видимо, стоят деньги грязные. Вот. Он говорит, а у нас проходит по сводкам по делу о китайской катрабане. Так вот, значит, фигурант всплыл, были конфликты с вузом, он участвовал вот в захвате этого вуза, поддержал. Ну, поскольку он был наш студент, естественно, я поднял личное дело. Мои аналитики просто смеялись. Я говорю, ну, как он мог получить три балла по математике? Два балла с минусом. Врожденная неграмотность. Его объяснительной записки «Я есть быть сильный мужчина, я уехал, не сдайте сессии, позвольте перезадить». Одна-четверка в физкультуре, по-моему, была. Все тройки. Это вуз коррумпированный, торговый. Это до нас было еще. Вот. И вот он его заканчивает. Дальше просто фантастическая история. Значит, кооператив «Кавказ», дагестанский. Покупает издательство «Академия», деньги непонятно чьим. То, что проходил, не проходил по сводкам, это уже, так сказать, пусть ФСКН отвечает. Но то, что вижу я. Через два года наш троечник, двоечник из такого вуза, да, защищается блеском на прекрасном русском языке в Санкт-Петербурге кандидатской по экономике. Еще через три года становится доктором экономической новой. Вот такие две книжки о том, как у вас должна сдружить с бизнесом на русском языке. Потом закрытая премия, государственная премия. Мне тоже предлагали, говорили, сколько это стоит, значит, я рассмеялся, сказал, ребят, денег нет. Я, если надо, буду сам заработаю, так сказать, без вас. Вот. Член-корреспондент Российской Академии Наук. Ну, это тоже анекдота, мы не можем озвучивать, но когда мне назвали, так сказать, предположительные суммы, за которые можно было в тот год стать, так сказать, член-корреспондентом, я просто не поверил, там речь шла чуть ли не 10 тысяч долларов, да. Но это Российская Академия Наук, это секция экономики, да. И после этого, значит, зам директора по науке Центральной Экономикой Математического Института, у которого славные традиции, да, Российская Академия Наук. И потом вдруг, вот, ВАК, бизнес, дай помещение, не отдашь, будем воевать. Но, к сожалению, вот, я статью эту опубликовал, как красный фонарик, да, мы показывали академикам, фамилию только не названную было, но было все понятно, как бы легко ее восстановить. Академики были в шоке, когда мы сказали, кто у вас вообще, вы кого сделали член-корром? А теперь, так сказать, это государственный чиновник, за которым стоят непонятно какие деньги. Да, у него издательство есть, где он публикует силовиков и так далее. Вот, на днях он сел. Но... Так это случай? Нет, это... Или это тенденция? Это, еще раз, если все, если человек с врожденной неграмотностью пишет прекрасные книжки на русском языке, ну, это же опять, так сказать, еще раз говорю, мы профессионалы, мы спокойно за короткий срок каждого можем за ушко на солнышко вытащить. Но какие посты они занимает государство? Это то же самое, что у Аркадия Доварковича чуть ли не первая запись трудовой книжки, там, замминистра, да? У меня один, так сказать, из владельца радио говорил, я просто не поверил. Понятно, да? Вот. И это же легко ловится, купленная диссертация или нет, и так дальше, и так дальше. Воровал, не воровал, если ты занимал эти вещи. Мы это научились делать. Ну, вот, как бы, фигурант, который, так сказать, там, нас работали, шел фактически, да, значит, сейчас поехал. Нет, ты скажи, вот хорошо, давай начнем даже с Сердюков, Шамхалов. Сердюков не сядет, мы с вами разбирали, почему? Это интерес. Нет, во всяком случае, начало каких-то процессов, начало процессов, это что? Шамхалов сядет, почему? Это тенденция. Это, опять же, ситуация такова, что тех, кто пытается, так сказать, сыграть на следующих, так сказать, людей, да, перебежать, они попадают под удар. То есть, система начинает сама уничтожать какую-то свою собственную часть. Но они же вот так переплетены все. Вот Шамхалов только силовики будут вытягивать, да? Белалово тоже, так сказать, вот эти кавказские щупальцы, да? А ты попробуй зацепить Убаси. Что там, воровство меньше, что ли? Не думаю. Понятно, да? Жизнь Мерима, конечно. Вот. Или, так сказать, Сердюкова. То есть, я был уверен, что, как бы, этот шаг, так сказать, вплоть до освобождения Ковачкова, так сказать, ну, так сказать, президент страны, неважно, Путин или кто-то должен сделать, что он собирается, чтобы армию поддержала, да? Но потом я вдруг понял, что процессы намного хуже, сложнее запущены, что он не может, так сказать, потому что все из его же окружения с ним пилили эти НДС и деньги. Он просто небожитель, действительно, его не посадишь. Поэтому он так и держится. Он памятник. Как мы шли. Памятник. А эти ребята, так сказать, я думаю, так сказать, ими могут пожертвовать. Но еще раз, это тоже большие деньги. Это веб, да, где 350 миллионов ушли, и мне их аналитики спрашивали, так сказать, что ты там, он у вас там нашкодил, у нас нашкодил, так сказать, вот сможем или нет. Но это, опять же, Дмитриев общается с Путином. То есть, понятно, что та группировка, которая шла вот с кавказскими деньгами, да, ну, это же какой пост, это диссертации все. У нас все советы должны были закрыть, потому что нужно было, как нам говорили, так сказать, все не так просто. Это процесс, опять же, реформа для чего? Для того, чтобы начали заносить. Ну, вот, ну, но меня, естественно, как специалиста возмущает о том, что, ну, это же звание член-корреспондент Академии наук. Ну, это же, так сказать, вот у меня личное дело, вот твои сочинения, да, вот, два балла, да, но стоит три. Да, и вот прекрасные книжки на русском языке. Ну, может быть, врожденная неграмотность перерождает врожденный. Ну, я же видел, как человек выступает. Не бей, не бей, не кукареку, да. Я прошу прощения, что я уже не говорю, но я честно просто в него выступил. Какие-то молнии в людей удояли, они начинали писать. Когда я сказал, что человек серьезный, за ним стоят очень серьезные силы и силовики, и деньги, да, мне сказали, еще с кавказской мафией, значит, не дай бог, так сказать, мы драться не будем. Я сказал, ну, плохо закончится. Вот мы, у меня информация поступает, вот, рейдерство по этим вузам, он же по одной схеме, да, вести, так сказать, ролик показывает, народ возмущается. Раз, сажали помещение, так сказать, что с людьми делать, будем потом решать. Феликс в этом участвовал. Вот, ну, вот, как бы, спасибо ВЭБу, значит, возмездие какое-то, так сказать, идет. Ну, давайте тогда разбираться дальше, что это за академия, что это за диссертация, да, и вообще, что это такое. Просто заканчивая наш сегодняшний. Я прошу прощения, что я о грустном, да, но я хочу сказать, что я знаю некоторые другие вещи о том, что, к сожалению, логика многих государственных решений связана даже там, ну, например, в китайском направлении мы идем, да. Говорили мы или нет, я не помню, но, к сожалению, действительно, есть очень серьезные центры силы, да, с которыми пытаются каким-то образом, так сказать, вот какие-то мостики навести. Потому что, как только ты зубы показываешь, значит, там уже такая вот идет, такой зубодоробительный удар. Вот. Здесь тоже, так сказать, или, так сказать, тоже пример Сердюковым, да, с одной стороны, все понятно, надо было пожертвовать фигурой, так сказать, и довести дело до конца, с другой стороны, это невозможно, потому что все в этом деле, так сказать, повязаны. Я имею в виду возврат НДС. Да вот, поэтому какая линия, значит, но все равно какие-то моменты вот отрадные. Почему? Потому что, еще раз, мы должны просто идти тупо. Вот на системном уровне профессиональное сообщество четко сказало, что делать. Вот институт семьи, вот образование. Ждем следующих решений. Да. Вот я хотел, опираясь на ту информацию, которая сегодня есть, на те движения, на те шаги, которые сегодня сделаны. Что ты предполагаешь? Какие следующие могут быть шаги? Ну, совершенно очевидно, что после вот последних, так сказать, вот этих перлов, так сказать, Медведева, да, это позиция заявленная, мы это разбирали, так сказать, это отставка правительства. Это отставка правительства, да, но надо же сначала сформулировать на системном уровне, так сказать, что делает, так сказать, ювенальная юстиция, институт семьи. Мы укрепляем или разрушаем, да, значит, образование. Мы там продолжаем делить эти помещения, так сказать, да, и, так сказать, несколько группировок, рейдерских могут все, что хотят делать, да. Либо, так сказать, мы все-таки пытаемся, ну, нас же вот сейчас за границу отправляем. У нас потенциал колоссальный, так сказать, мы внутри страны в состоянии это все сделать. Слава Богу, так сказать, наша инженерная мысль, так сказать, математики и многое другое, так сказать, идет, да, ну, по расследованиям, по экономике, например, мы первые сделали в мире, в Европе, да, то, что мы сделали, когда крупную страну, так сказать, на микроаналитическом уровне мы разложили, не входя, не анализируя, не забирая внутреннюю документацию, да. Вот пусть они сделают такое же. То есть этот нейрон, который мы натянули на всех. И также по каждой линии. Губанов, который, так сказать, ну, просто, так сказать, держит какой горизонт планирования, так сказать, прогноза, да. И вот это его вещи сейчас, если они сформулированы, мы должны четко понять. Каждый политический деятель должен определиться четко. Враг он нам или друг. Не важно, так сказать, цвет кожи, так сказать, картавит там, наоборот, так сказать, с гортанно говорит, так сказать, или, так сказать, чисто по-русски. Не важно. Здесь не в национальности же дело. Здесь вопрос позиции. Вот мы, как бы, четко должны сейчас понять. Вот. Но эта партия просто так не уйдет. Она, как я помню, в 93-м году, у Шахрая у нас закрытая информация была, когда сидели, они говорят, мы уйдем, напоследок очень громко хлопнули дверью. Но они хлопнули дверью так, что действительно это, так сказать, волна от этого закрытия смело и парламент, и все излило там кровью, да. И на 20 лет погрузилась трубу в это, так сказать, вот, мафивозный, так сказать, дележ и криминал, да. Вот. А сейчас все понятно. Вот давайте сейчас посмотрим. Все-таки это хорошо, что все динамично начинает вот так складываться, что есть еще команда, потому что, понятно, Феликс без отмашки с самого верха, конечно, бы не сел. По крайней мере, его вытащат, возможно, да, там, это вопрос денег. Ну вот, но Белалова, так сказать, тоже никто бы не посмел тронуть, потому что это сразу человек переходит на ту сторону. Может быть, он раньше просто перешел, да еще попользовался, так сказать, казной. Ну вот. И Дмитрий Анатольевич тоже опять вот эти гениальные вещи, куда завести там десятки миллиардов, да, на каких пастухов там, на золотых бичи, так сказать, это тоже как бы интересно. Только я думаю, что мы их увидим уже в слитках в московских кабинетах золотых, а не в этих плеточках. Спасибо. Спасибо. Я еще раз хочу сказать, что мы были сегодня с Маратом Мусиным. Надеюсь, что мои подтяжки вам не помешали. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова